Наш мир огромен, но мы не всегда можем это осознать. В нем каждый день происходят невероятные вещи, порой прямо за нашей дверью. Ниоткуда возникают огненные шары, птицы закрывают солнце и в воздух поднимаются тысячи бабочек монархов. Вот 8 самых таинственных событий в мире. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. НЛО возле школы Ариэль. Это была среда, 14 сентября 1994 года. Обычный учебный день в школе Ариэль, находящийся в сельской местности посреди злаковых полей в пригороде Рувы Зимбабве. Во время большой перемены 62 ученика в возрасте от 5 до 12 лет выбежали играть на задний двор школы. И вдруг они увидели, как неподалеку от них с неба спускается несколько небольших дискообразных объектов. Корабли приземлились, и потом из них вышло несколько необычных существ. После один из пришельцев подошел к детям. Контакт длился около 15 минут, но детям оказалось сложно объяснить, что именно во время него происходило. Потом существа улетели обратно на небо на своих кораблях, а дети вернулись в свои классы. Именно по их странному взбудораженному поведению и оживленному обсуждению увиденного учителя поняли, что случилось что-то необычное. Однако они продолжали вести запланированные уроки. Но уже на следующий день на уши была поднята вся местная община, потому что дети вернулись домой и обо всем рассказали своим родителям. Вскоре о визите инопланетян знал весь город Рува, и в школу пришли журналисты, чтобы взять у детей интервью. Все дети как один рассказывали похожие истории и рисовали похожие картинки с дискообразными объектами. Пришельцы по их описаниям были с огромными глазами и немного похожими на Майкла Джексона. Объяснение произошедшему никто не нашел. Примечательно, что этот инцидент удивительно быстро забылся. Огромное скопление китов Согласно исследованию, в Тихом океане есть место, где горбатые киты собираются и поют песни. Это у них некий такой караоке-клуб. Это происходит поблизости острова Рауль в тысячах километрах от северо-восточного побережья Новой Зеландии. Как выяснилось, киты там не только исполняют свои песни, но и делятся ими с сородичами. Специалисты установили, что песня горбатого кита несет информацию о том, где он родился. Лето животные проводят в холодных водах, где много корма, а зимой возвращаются на юг для спаривания. Добравшись в родные места, самцы исполняют мелодию, характерную для этой местности. И песни китов, родившихся в одних и тех же местах, очень похожи. Но при этом из года в год песни приобретали новые элементы. Десятилетия исследований показали, что киты перенимают фрагменты мелодий из песен других регионов. Однако это порождало новые вопросы. Где киты собирают новые мелодии, если всегда отправляются спариваться в одни и те же места? В сезон кормежки они в основном молчат. Значит, есть другое время и место, где они собираются вместе. Ответ удалось получить благодаря наблюдениям смотрителей Департамента охраны природы Новой Зеландии. Они-то и заметили, что киты собираются у острова Рауль. Глаз Сахары В Западной Сахаре, в мавританской части пустыни Маур-Адрар, в 40 километрах от поселения Уадан, находится структура Ришат, на местном диалекте Гуэль-Эр-Ришат. Уникальное геологическое образование, представляющее собой серию концентрических колец, имеющие диаметр около 50 километров. Это необычное явление природы носит много красивых названий. Око Земли, Глаз Сахары, Глаз Пустыни. Довольно долгое время структура Ришат служит ориентиром для космонавтов на орбите, так как представляла хорошо видимый объект на обширном пространстве, ничем не примечательной пустыни. Существуют разные гипотезы возникновения структуры Ришат, и до сих пор на этот счет нет единого мнения. Изначально Глаз Сахары считали древним метеоритным кратером, но исследования показали, что следы удара гигантского метеорита о поверхности горной породы со следами ударного воздействия отсутствуют. На сегодняшний день достоверной считается версия полностью геологического происхождения этих концентрических окружностей. Так горные породы, залегающие в форме купола, под воздействием эрозии постепенно срезались, обнажая в итоге концентрические кольца. Южное полярное сияние Почему о северном сиянии знает каждый, а о южном сиянии обычно никто не говорит? Может быть, южного сияния вообще не бывает, и небо окрашивается в удивительный рисунок только на Северном полюсе? Конечно, южное сияние существует. Оба этих явления называются полярными сияниями, и чаще всего наблюдаются они на полюсах планеты. Это происходит из-за того, что Солнце постоянно испускает в сторону нашей планеты заряженные частицы. Когда они достигают Земли, то попадают под влияние магнитного поля, которое заворачивает их к полюсам. Если в средних широтах заряженным частицам трудно преодолеть магнитное поле, пробиться к земной поверхности, то на полюсах они заходят вместе с силовыми линиями магнитного поля почти вертикально. Это позволяет заряженным частицам достигать верхних слоев атмосферы и при столкновении возбуждать атомы, которые входят в ее состав. Поэтому-то, что мы видим своими глазами, ничто иное, как излучение возбужденных атомов атмосферы. Но почему же о южном сиянии, в отличие от северного, упоминают не так часто? Возможно, одной из причин является то, что вблизи Северного полюса живет гораздо больше людей. Миграция бабочек-монархов Каждую осень миллионы бабочек-монархов мигрируют на зимовку из Канады на юг в Калифорнию и Мексику и возвращаются на север в Канаду летом. Это единственная бабочка, которая регулярно мигрирует с севера на юг, как это делают птицы. Но самое удивительное заключается в том, что ни одна бабочка не совершает полного путешествия. Это происходит потому, что жизнь бабочки коротка, и за весь период миграции сменяется от трех до четырех поколений насекомых. Бабочки-монарх также являются одними из немногих насекомых, которые могут пересекать Атлантику. Перед миграцией они собираются в огромные колонии на хвойных деревьях и облепливают их так, что деревья становятся оранжевого цвета, а ветки провисают под их весом. Это удивительное зрелище привлекает множество туристов. Миграция монарха начинается обычно в октябре каждого года, но может начаться и раньше, если погода становится холодной. Удивительно, что бабочки используют для зимовки одни и те же деревья каждый год. Ведь они не представляют собой то же самое поколение бабочек, которое было там в прошлом году. Как монархи смогли вернуться к тем же местам зимовки, имея разрыв несколько поколений, все еще остается загадкой для ученых. Предполагают, что схемы перелета передаются по наследству. Некоторые исследования показывают, что бабочки используют для ориентации положения Солнца в небе и магнитное поле Земли. Черное солнце Дании Черное солнце, или сорт Соль, как его называют датчане, встречается на юго-западе Ютландии в Дании осенью с конца августа до конца октября, а весной с середины марта до середины апреля, когда скворцы, возвращающиеся на север, делают остановку на болотах национального парка Ваден-Си, чтобы отдохнуть и найти пищу. Но Ютландия – это далеко не единственное место, куда слетаются скворцы. Их также можно отыскать в Прибалтике и Скандинавии, правда, в гораздо меньшем количестве. Зрелищное явление длится около 20 минут во время заката Солнца и получило свое название благодаря тому, что в это время кажется, что Солнце исчезает за сотнями тысяч птиц, которые летают в небе. Что делает это природное явление еще более впечатляющим, так это то, что перед приземлением скворцов в стае выполняют движения, которые те, кто видел его вблизи, сравнивают с танцами. Скворцы предпочитают перемещаться вместе и выполнять различные формации, чтобы защитить себя от хищников. Каждая птица в стае задает траекторию полета для семи особей, находящихся к ней ближе всего. Стая из семи птиц влияет на полет уже 49 скворцов, а они, следовательно, сдают полет для 343 птиц. Светящийся пляж Москита-бэй В одном из заливов Карибского бассейна на территории Венесуэлы находится пляж Москита-бэй. Когда прикасаешься к его воде, она светится. Загадочный синий цвет с зеленым оттенком излучают биолюминесцентные микроорганизмы пиродемиум басхоменция, которые водятся в водах бухты. Биолюминесценция – это химическая реакция, которую производят некоторые морские организмы. Такое свечение встречается во всех океанах, но характерно для глубинных вод. На пляже Москита это удивительное по своей красоте явление можно увидеть на поверхности моря благодаря высокой концентрации одноклеточных водорослей. Парарока Парарока – гигантская четырехметровая приливная волна, берущая начало в нижнем течении реки Амазонка в Бразилии, где река сталкивается с водами Атлантического океана. Морской прибой с невероятной силой продвигается почти на 800 километров вверх по Амазонке, против ее течения, и прилегающим ей рекам. Название данного уникального природного феномена происходит от слова «парарога», что с языка здешних коренных индейцев переводится как «ревущая вода», ведь гул, возвещающий об ее приближении, слышится задолго до появления волны на горизонте. Парарока имеет вид огромного бора, который в местах сужения ширины рек может достигать 6-метровой высоты, движущегося со скоростью 5-7,5 метров в секунду и несущего колоссальную, порой разрушительную энергию. Как правило, парарока образовывается дважды в год, в марте и сентябре, в дни равноденствия, когда в результате изменения положения Луны и Солнца относительно Земли совместно с гравитационными эффектами вращения нашей планеты образуется мощный прилив тяжелых соленых вод Атлантики, которые в узком мелководном устье сталкиваются с водами Амазонки. Концентрированная ударная волна резко выталкивает встречную речную волну, образуя гигантский закручивающийся бор, идущий вглубь континента. Обычно за ударной волной следует еще множество более мелких волн. На этом все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Завтра уже выходит новое. Не пропустите. Будьте здоровы!